Ребята, всем привет! С вами Александр, легенда дракономани и легендарная коллекция дракон легендарной корни. Да, но мне до него, как обычно, остается всего лишь один, один, один дракон. Да, остальное, в принципе, все я сделал. Также у нас, ребятки, началась новая акция, это Небо и Бездна. И у нас здесь Арэ... Не Арэс, как там тебя зовут? Хронааид, не то. Гермес, вот этот участковой Арэс. Гермес, короче, ребятки, у нас тут 6 уровней, дается нам на это 10 дней. Я вроде тут как почти все выполнил, у меня еще остается 2 часа, ну-ка, успею ли я? Нет, не успею, у меня тут 4 часа. Ну ладно, это, в общем-то, не беда, это не критично, можно... Если остальные задания выполнять, то это можно как бы и пропустить. Так, так, так и так. Смотрим, смотрим, кого нам тут еще хотят дать. Дракон яркий, прикольно, похож на какого-то дракона бабочку, либо попугая. Ну, крылья вроде как перья, а, в общем-то, раскраска больше похожа на бабочку. Дракон яркий выглядит как пришелец из другого мира, таких в Драколандии еще не видели. Но тренер считает, что он прибыл к нам из другого измерения, где яркие цвета могут быть камуфляжем. Неплохой Эпик, 73 атака. А что он такой борзый? Это же, по-моему, больше даже, чем у Тигрика. У-у-у, интересно, интересно. Стихия Ветер здесь есть, ну, да, прикольно. Мощный дракончик, мощный. Так, а у тебя что? 74, прикольно, да? У него 73 у Эпика, а это божественный. У него, кстати, тоже Стихия Ветра, да, по-моему, есть. У него всего лишь 74. Вот так вот. Ну что, будем попробовать, конечно, его выиграть. Постараемся, это все-таки возможно. И давайте будем мчаться вот сюда. Так. Ради Хроноса, нет, у нас было много безумных приключений, но я никогда не видел ничего подобного. Это как гора Драколимб, только еще лучше. Мне, правда, не нравится, как это звучит. О, нет, не бойся, Дракон Гермес нам поможет, как и наш друг-тренер вперед. Да, вот так вот. Можно сделать скриншотик. Ух ты, змей, 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 это как будто бы здесь это должна быть. Медуза Гаргона. Так. Ну, правила этой акции, да, вы все знаете. В общем-то, с каждым сундуком вероятность нахождения ключика для перехода в следующую локацию увеличивается. В большинстве уровней, то есть на первом, может, по-моему, можно найти из первого уровня или со второго. В общем-то, на третьем, четвертом, пятом, шестом уровне сундук найти можно только, считай, что с третьего сундука, не раньше. Так что, пытаться, как бы, особо не стоит. Просто идешь все по порядку. И все. Так, сколько у нас очков? Полторы тысячи. Так, и давай. Так, Бранд, как ты попал в разлом? Это, может, да, это в хроноразломе, да? Здесь для тебя слишком опасно. Тихо, драконщица. Я проскользнул вместе с вами, потому что у меня подходящий рост. Самое главное во имя Драколандии, что это? Так, ты про этого дракона не знаю, но он выглядит сильным. И если я могу победить вас и отвести его к викингам, я стану настоящим злодей. Мне всегда удивляло, почему это вот эти драконы вдруг... Вдруг начинали... Блин, да ну что такое дело? Гермес, а ну-ка, тихо, не буянь. Ух ты, восьмидесятый уровень. А, вот это мы сейчас, типа, нам дают возможность оценить его силу. Против... Восьмидесятый против семидесятого. Ну где же здесь справедливость? Тьфу, ты, этот дракон бесполезен. Погодите, я доберусь до вас и поймаю для викинга всех странных драконов в разломе. Так, Бранд, подожди, я слишком напуган, чтобы гнаться за тобой. Дракон Гермес кажется смущенным. О, я поняла. Этот дракон похож на дракона Аида, которого мы с Хогмином нашли в городе Драколимб. Дракон Гермес, ты ведь знаком с драконом Аидом, но он выглядит странно. Это ведь дракон Аид, а этот Хрона Аид был в бегудях. Хрона Аид в бегудях. Блин, прикольно. Нам хоть так, хоть так придется идти, да, в обе стороны. Ну ладно. Да, кстати, тут еще вопрос, что, как бы, по стихиям. Я не смотрел, то есть, какие у нас требования будут там на следующих уровнях. Как бы не пришлось мне в экстренном методе потратить, в экстренном режиме потратить 26 миллионов еды, чтобы прокачать какого-то там дракона, например, со стихией вода или ветер, или еще что-то такое. Так, оригами. Да, я в свое время немножко лепил оригами. Ребята, кто из вас умеет делать фигурки с бумаги, которые называются оригами? Японское искусство, да, там такие прикольные штуки. Я, кстати, да, мастер йоду делал. У меня даже там на канале... Да, ребят, у меня еще был... Ну, есть канал, где я там всякие штуки руками делал из дерева, из бумаги, из всякой ерунды. Так, отец сказал, что разлом образовался в пространстве-времени. Может, туда проникли драконы из других измерений? Так, битвы с супер-крутыми драконами из других измерений. Как такое можно пропустить? Скорее пойдем. Так, ну тут без ограничений, да. Вот, и все наши драконы из хрона. Вообще-то первым надо факела поставить. Он просто всех за один удар может вынести. Фух, нам повезло, что эти драконы не используют безумие, сводящее с ума атаки из других измерений или что-то в этом роде. Так, драконы есть драконы. Из какого бы измерения они не были, надеюсь, мы встретимся со всеми. Ха-ха-ха. Думаю, этого бы хотел папа. Так, ну да, блин. Это желательно, что собрать все осколки, е-мое. Ну, хотя Гермес, конечно, блин, лучше бы, если бы тут была Афина, я бы сто процентов ночью просыпался, чтобы ее собрать. А ради Гермеса с атакой в 74, вот как-то... А, подождите, это мы Аида получим, е-мое. Гермес это просто за шестой уровень. А в пазлах мы собираем Гермеса. Чуть не посмотрел, какая атака там у Гермеса. И что у него там по стихии у Гермеса? Огонь, не бойся. Гермес, Гермес, Аид. У нас хрона Аид. 25. Вот мы, короче, нашли ключик. Есть только один способ узнать. Нет, твоя рука дрожит. Почему бы нам не предоставить эту честь нашему другу? И мы еще получили 5 билетиков. Ну, давайте сразу же зайдем сюда. Что скажешь на этом? Мы не застряли в космическом вакууме. Проклятие, я надеялся, что эта дверь приведет нас домой. В общем-то, мы ищем путь домой, да, на шестом уровне. Продолжим исследовать разлом. Обращаю внимание на все подозрительные. Конечно, на все подозрительные. Тренер. Так, вот, посейдончик. Да, посейдончик. Ну, давайте смотреть, куда это нас приведет. Сколько у меня тут очков? Тысяча, нормально. То есть, в общем-то, не знаю, как в этом подземелье. Раньше же было, чем быстрее ты движешься, тем больше там уровень. Да, у нас сейчас всего лишь по 200, а потом будет по 300. Это даже, может, по 600 или 500 очков за один этап можно получать. Потому как бы вначале важно как можно быстрее двигаться по этим уровням. Так. Что это за дракон? Ммм, это всего лишь дракон посейдон, божественный дракон воды Драколимп. Интересно, что он здесь делает. Есть идея, дракон Гермес? Так, он будет драться за меня. Ты не ослышалась, трусишка. Неда смог получить драконьего бога, а он облил меня водой всего лишь дважды. То есть, почему они все на их стороне, а не на нашей? Кто бы мне это сказал? И... и Миха. И вот так вот. Крепкий парень. Так. Но нам, в общем-то, не страшно. Хотя, может, стоило себя усилить, что ли? Что такой живучий? Как вот он может выдерживать столько атак? Он... Сколько на нем звездочек? Фу, бесполезный дракон. Я хотел сказать пока. Бранд, нельзя так обращаться с блажающими драконом. Дракон Посейдон не будет этого терпеть. Но, тем не менее, они все терпят из акции в акции. Он попадет в беду, если мы не догоним его хотя бы. Дракон Посейдон безопасность. Дракон Гермес. Ты думаешь, что он заблудился в разломе? Возможно, разлом привлекает божественных драконов, как огонь мотыльков или вакуум драконов. Так, ну, давайте сюда потопаем. Куда ближе туда идем. Так, похоже, да, мы этот сундук точно откроем. А следующий посмотрим. Во, так, уже тут ограничения пошли. Но, как бы, уровень у них слабенький. Труппик. Труппик. Отлично, справились. Следующая битва. Ветер. Энергия. Ну да, уже такие какие-то ограничения пошли. Всего лишь второй-то уровень. Эрдмунгант. Ну или как? Это дракончика зовут. Ну, как-то так. Похож, по крайней мере. Вселенский змей. Их там два похожих дракончика. Так, ну что, идем дальше. Let's the battle begin. Вот это я понимаю. Ну, все, в общем-то. Мы тут уже дальше не пройдем. Одного не хватило. Забавно. Забавно, ребятки. Так. Семьдесят четыре. Блин, ухо, наида. Тоже такая шляпа. Печалька. Правит подземным миром далекого будущего. Это мы в далеком будущем, да? Зашифрованы в странных круглых отметинах. Или в будущем это просто модно? В отметинах круглых где? На голове? В бигудях? Да. Блин, ну тоже слабый. В общем-то, никакой из этих драконов, ни гермес, ни аид, меня особо не привлекает. Тут как бы среди эпика вот этот неплохой, да? Конечно. Ладно. Ладно, ребятки. Давайте идем сюда, потратим наши билетики. Кстати, мы вот эту фигню сейчас выполним. Соберем сто осколков. Семьдесят два это по сей дому. Бестолкло. Да. Бестолково. Вот это еще можем открыть. И вот это. Три целых кусочка. Блин, не знаю, мне ребята в комментариях пишут, что у них там по 200, по 300. Откуда вы набрали? Сколько вы задонатили, чтобы найти там 200 или 300 осколков? Бога-то нашего, е-мое. Ну, посейдон, то ладно. Гермес. Хронозепс, блин. У меня 61 осколок, ребята. Все по-честному. Без доната. Так, так же у нас закончилась сегодня утром акция. Неплохо сыграли, все в порядке. Это неинтересно. Это тоже неинтересно. Через, ну да, через 9 дней начнется следующее событие. Так, что у меня тут? 968. Давайте заберем котел. Странно. А, раздуплился. Вообще награда днищенская. Так, ну давайте мы что-то боечек проведем. 63-й. Ну давайте посмотрим, может он тут один такой крепкий. Вот ты где. Факел 63-й. Надеюсь, это ты был единственный самый сильный здесь. Вроде как да. Так, черовница у меня тоже как-то не собирается особо. Блин, капец, целый месяц собираешь эти все осколки и нифига не насобираешь в итоге. Ну я в смысле про Зевса и Афродиту. Так, надо заживать это все дело мамбо. Мамбой малиновой. Мамба-мамба. Вот так вот. Так, что делаем? Давайте ищем еще противничка себе. Кстати, блин, надо было идти туда. Лучший защитник был 55-го уровня. Лучший защитник 51-й уровень на все звезды. Отлично. Листик справится с этой задачей. Посмотрим. Ну там, скорее всего, будут все драконы такого уровня, да? А может и нет. 47-й. Ну блин, большая разница по уровню. Блин, я и выжил. Я вот этого как раз-то и не хотел. Две атаки это очень нехорошо. Ну 44-й всего лишь. Правильно, с одного удара. Так, 50-й. На все звезды. Блин, вот что 50-й, что тот был 40-й какой-то, там 4-й. Примерно тоже получилось. Два удара потребовалось нам. Так, ну и 51-й. На все звезды. Странно. От 50-й на все звезды и знал кусочек. Маленький снял. Да. Такое чувство. Ну, драконы не так-то сильно вроде как между собой отличаются. Чтоб так сильно это все влияло. Лучший защитник 60-й. Давайте возьмем Миху. Но он, по идее, один должен быть такой. Крепкий. Так, главное внимательно смотреть на уровень противника. А то на автопилоте клацаешь, клацаешь, а потом бах. И вот 60-й. Там. Так, мы, кстати, сейчас перешагнем в тыщеночку. Ну да, дальше должно быть все легко. Звездная пыль. Давай, красотка. Вообще, вот, не знаю. Да, некоторые ребята берут какого-то редкого, ну, даже сказать, эпического дракона, да, допустим, и перекрывают им все недостающие стихии для участия как раз в этих замках и прочей лабуде. Не знаю, как бы, насколько это правильно. Ну, это, конечно, это более легкий путь, но насколько, допустим, эпический дракон будет просто по силе уступать, да, там уже божественному. Как бы он будет существенно уступать, скорее всего. Ладно, берем трабла. Позволит ли нам, допустим, эпический, ну, того же 54-го уровня, там, с прокачкой на все звезды, проходить этапы подземелья. Так же, как и наш, там, божественный, допустим, если остался один факел, ну, по условиям, то он, понятно, там может справиться. А если остался один эпик, тут вопрос. Или эпик должен быть больше прокачанный, получается, или звездочек больше. Ну, звездочек, кстати, я могу эпику больше напихать. То есть, если там стихия вода, ветер и земля. Вот мне такие три стихии надо, в принципе, можно качнуть какого-то дракона. Ну, там вот так у него будет вообще, наверное, дико, там 70 и не пахнет с такими-то стихиями. Так что, в общем-то, ребятки, можете мне там в комментариях посоветовать, стоит ли перекрывать стихии, которых у меня сейчас нет. Конечно, я бы лучше взял какого-то божественного дракона, там, со стихией, там, ветер-вода, например, да, и его качнул бы. Ну, так придется качать нескольких, а так можно одним перекрыть, кое-как. Так, лучший защитник. Давайте посмотрим, единственный ли он там такой. Так, мне кажется, мы здесь сольемся. Предчувствие у меня такое нехорошее, да. Ну, вот, типа, вот такой, да, драконщик. У многих такие, да, есть какие-то драконы не сильно вкачанные. Вот, кстати, вот этого дракошку мы в следующей серии прокачаем. Так, 55-й. Черт, подживы! Ну, вроде как, справились. В натяжечку. Сильный противник на самом деле. Ну, для моего уровня. Ну, не хватает нам еще одного боя, ребятки, чтобы пройти. Так что, давайте-ка мы, что я хотел, что я хотел колдовать. Колдовать! Зайти вот сюда. Ух ты! Выбрать, допустим, воду. А сортировка по редкости здесь недоступна. Блин, не прикольно. Вода, ветер. У нее такая комбинация стихии надо будет. Эпик. Вот вода, ветер, огонь. Это у нас кто? Это Агнес. Ну, тут две стихии. Мне нужно все-таки три. Есть такая комбинация? Вода, ветер. И земля. Вот земля появляется. Так, вода, ветер. Вода, ветер. Земля, вода, ветер. Во! Вот этот дракон вообще мне классный. Это Растафари. Дракон Растафари, ребятки. Мне подходит для перекрытия трех. Стихий. И еще вот этот подходит. Рыба-клоун. Тридцать четыре на пятнадцать. Это два одинаковые, да? Тридцать четыре на пятнадцать. А здесь как у нас было? Тридцать четыре. Они вообще одинаковые. По характеристикам. В общем-то, ребятки, пишите ваши комментарии. И до скорых встреч.